Партийные проекты «Единой России» будут продолжены, появятся и новые. Об этом шла речь на отчетно-выборной конференции, состоявшейся в Якутске. Региональное отделение партии подвело итоги работы за год и переизбрало руководство. Туяра Филиппова подробнее. Показателем состоятельности любой политической организации является успешность участия на выборах. Если четыре года назад члены и сторонники партии приняли участие в 73% избирательных кампаний, то процент участия «Единой России» в этом году вырос до 95%. Однако по партийным проектам из 36 лишь по четырем удалось добиться значимых результатов. По экологии, строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, школе грамотного потребителя и народному контролю. Слабую реализацию проектов единороссы связываются с сложившейся экономической ситуацией. Тем не менее, часть проектов будет продолжена. На федеральном уровне эти все программы Центральный исполнительный комитет партии пересматривает. И на съезде, который будет 21 января проходить в городе Москва, значит, они будут сформированы из числа того, которые все-таки работают в целом на территории Российской Федерации. Они будут сохранены. Те же проекты, которые не идут или реализуются слабо по ряду причин, они будут сняты с повестки дня. В этом году появятся и новые проекты по благоустройству действующих парков и домов культуры в малых городах дворовых территорий. Для Якутии, особенно северных районов, особо актуальной остается проблема транспортной доступности. Ну, как бы старая проблема, через которую мы видим развитие нашего района, это, конечно, в первую очередь транспортная схема. Она, в принципе, вся по Якутии у нас, она, как мы, очень максимально отдалены. Она у нас более острая. Ну и, конечно, рабочие места. Вот в эти два направления у нас и будет работа идти. Большую надежду партийцы возлагают и на обсуждаемый закон об арктической зоне Российской Федерации. Мы надеемся, что этот федеральный закон будет принят в Государственной Думе. И это первая основная задача. Помимо отчетов о работе на конференции состоялись и выборы руководства. Секретарем регионального отделения вновь стал Александр Наговицын. В новый состав полицовета партии вошли 42 человека. Шесть человек избраны делегатами на Всероссийский съезд, который намечен на 21 и 22 января 2017 года. Туяра Филипова, Владимир Таюжский, НБК Саха, Якутск.